Привет, попыщики! Достаточно давно я на ютубе наблюдаю контент вроде айсбергов. Это сборник фактов о чём-либо, в котором всё начинается с верхнего уровня, в котором всё очевидно, и на дне находится что-то загадочное, мрачное и жуткое. Я на пару с шадоу позерсом, вот он, кстати. Слушай, я так и не понял, какое у меня должно быть приветствие, там просто написано звёздочка приветствия, поэтому, ээ, привет, это я. Так вот, я на пару с шадоу позерсом решили сделать точно такое же видео, но по тематике Соника. И сначала надо было разобраться, какой из айсбергов мы возьмём. Были какие-то пункты интересные, а какие-то не особо. Ну а где-то их было просто дофига, так что мы решили не подстраиваться под кого-то, а сделать из нескольких айсбергов свой собственный, в котором будут те факты, которые мы сами посчитали за интересные, и кое-что добавили от себя. Внимание, в видео будет множество фанатских теорий, статей с Реддита и притягиваний за уши. Так что, если вас что-то из этого не устраивает, я вас предупредил заранее. Все остальные присаживайтесь поудобнее и погнали. Поднебесье Саник Мемы, мемы и ещё раз мемы. Некоторые из них мы ещё затронем в этом видео, но один из самых известных мемов, связанных с Соником, был и остаётся по сей день Саник. Это коряво нарисованный в пейнте Ёж Соник, чьё появление в интернетах обычно сопровождается фразами «Gatta Go Fast» и «Come on, Step It Up». Настолько этот мем прославился, что разработчики запихнули его в игру Соник Форсы сразу на три футболки. Вот это нифига себе! Мистер Нидл Маус Это раннее имя Соника, когда он только существовал на листиках. Мистер Хеджхог Правильно переведённое имя Нидл Маус американской Сегой. То есть да, по сути, предыдущий пункт является ложным, и ранние версии Соника никогда не носили имя Нидл Маус, а на самом деле назывались Мистер Ёжик. Бета Винди Велли Когда игрокам только показывали, что такое Соник Адвенчер, можно было увидеть уровень, который так и не вошёл в финальную версию игры. Этим этапом был Винди Велли, который был полностью переработан и в финальной версии имеет совершенно другой вид. И честно признаться, то, что мы получили в итоге, мне нравится намного больше. Сейчас в бета-версию Винди Велли можно поиграть с помощью модов, и в ней заметен гораздо больше упор на моментум и меньше автоматизации. Кошка Хани Персонаж, который появился в игре Соник Де Файдерс, и больше в играх мы её нигде не видели. Но она также появлялась в 268-м выпуске комикс-аватарчи. Зачем Сонику машина? Вопрос, который обсосал каждый, кому не лень. Соник Дрифт, Олл Старс Рейсинг, Трансформит и Тим Соник Рейсинг ежит загонял в тачке. И вот у челиков возникли вопросы. А зачем? Соник самое быстрое существо. Зачем ему садиться за руль авто? В одном из выпусков Тейлз Тюба сам Ёж ответил на этот вопрос, сказав, что он считает машины крутыми. Однако согласитесь, что это было бы нечестно и... нелепо, если бы у всех других героев были бы машины, а один Соник или тот же Шэдоу бегали по трассе. Ну окей, с машинами разобрались. Но что тогда скажете насчет ховербордов? Соник в Мэ Ли. Легенда, вращающаяся вокруг файтинга 2001 года Super Smash Bros. Мэ Ли. В качестве первоапрельской шутки, журнал Electronic Gaming Monthly опубликовал короткую статью, в которой утверждалось, что Соника на пару с Тейлзом можно разблокировать как секретных персонажей. Для этого игрокам придется победить 20 врагов в режиме жестокий ближний бой. И если все получится, то Соник и Тейлз появятся и начнут сражаться с игроком одновременно. Но, к сожалению, это оказалось неправдой. Однако создатель Соника, Юджинака, заявил в интервью, что Ёж должен был появиться в ближнем бою, но был вырезан из-за нехватки времени. Зато позже Соник появлялся в других частях серии файтинга. Музыкальная группа Соника. Это группа, которая должна была появиться в первой игре про Соника на экране с саунд-тестом. В состав группы, помимо Ёжа, входил еще и Вектор, которого все-таки добавили в игры, но немного позже. Твое имя The Hedgehog. Это онлайн-форум игра, предлагающая людям использовать Google для поиска изображений, набрав свое имя, а затем The Hedgehog со ссылкой на франшизу Соника, а затем прикрепить результат к теме. Основная цель этой игры – привлечь внимание к огромному количеству оригинальных, в кавычках, персонажей, созданных фанатами. Соник Шортс. Это сборник смешных сценок, которые начали выходить на канале Sonic Paradox в 2009-м. В разработке каждого выпуска принимало участие множество художников и аниматоров, и на данный момент вышло 8 выпусков этого шоу. Сега или же Геннесси сделать то, что Нинтендо не может. Это рекламная компания Сиги в начале 1990-х годов по продвижению Мега Драйв. Она сопровождалась строкой «Вы не сможете сделать это на Нинтендо». Салли Аккорн. Принцесса и одна из повстанцев-борцов за свободу, которые были показаны в СТМ. Она являлась любовным интересом Соника в те времена. Также она присутствовала в некоторых выпусках комиксов от Арчи и в одном выпуске Адвенчурсов Соник Дэ Хеджхог, и больше она нигде не появлялась. Мне показалось, что вам стоило освежить память и напомнить, кто это такая, так как сегодня мы её не раз будем вспоминать. Супер Марио Брос Зет. Это анимационный сериал на флэш, в котором главными героями были Соник, Шэдоу, Марио, Луиджи и Йоши, которые во время сюжета пытаются найти 7 изумрудов хаоса раньше Металикса, робота, стремящегося стать самым могущественным существом во вселенной. Сериал выходил с 2006 по 2012 год. Тяжёлый переход в 3D. Это довольно известная фраза фан-бази, и в двух словах она значит, что между выходом Соник Энд Наклз и первым адвенчуром была целая история. Отменённые игры, суета внутри студии, которые занимались созданием этих самых игр, анекдоты с официальными проектами, которые выходили до первого оса и прочее. Долго засиживаться на этом я не хочу, а лишь порекомендую глянуть видео на канале Зона Веселья с Саней. Там эта тема рассмотрена очень подробно. Однако, многие ошибочно используют эту фразу, утверждая, что сам первый адвенчур был плохой игрой. Такие заявления очень популярны среди игровых журналистов, которые халатно относятся к своей работе. Бочка смерти. С виду это та же самая бочка, коих полно на уровне. Одни постоянно движутся по оси Х, а вторые по Игреку. Однако, это стоит на месте. Дабы пройти дальше, игрок должен на неё встать, нажимать вверх-вниз и вовремя спрыгнуть. У некоторых игроков были огромные проблемы с прохождением этого места, так как они не понимали, что делать и застревали на ней. Отсюда и такое название. Вершина айсберга Найтс Франшиза игр, также разрабатываемая Sonic Team. Найтс часто появлялся в качестве камео в играх по Сонику. Камео Бига Персонаж Биг понравился людям, которые прошли Sonic Adventure, и разработчики начали пихать его как камео то в Sonic Adventure 2, то в Secret Rings, то в Black Knight и так далее. Даже сейчас про него не забыли и уделяют ему достаточно внимания, что не может не радовать любителей большого кота. Stranger Danger PSA В Adventures of Sonic the Hedgehog после каждой серии ГГ давал какие-то советы юным зрителям. Одним из таких было предупреждение о подозрительных взрослых, которые могут к ним приставать. Тесак того времени хули. Редизайн в Sonic Boom Как только нам показали силуэты редизайнутых персонажей, определённая часть фанатов начала плеваться из-за того, что им не нравится, как выглядят эти самые персонажи. Понять их можно. Взять того же Наклза, перекачанный, а в сериале ещё и туповатый. Ну, чисто Кузя из Универа. Да вы знаете, что он тут делал? Да он капец вообще, что тут делал! Он меня стариком назвал! Также не всем пришлись по душе бинты на героях. Лично я считаю, что если брать в учёт, что Boom это что-то отдельное, то у меня претензий ноль. Интересно, что об этом думаете вы. Nice Cock Легендарный мем с Shadow, который оценивает твой кок. Какое-то время было популярно устраивать флешмоб, когда картинки с этим мемом вешались в туалетах школ. Hyper Sonic Одна из многих форм Соника, в которую он мог превратиться, поглотив 7 супер-изумрудов хаоса. Появилась эта форма в игре Sonic 3 & Knuckles, и к сожалению, больше мы эту форму нигде не видели. Pingas Популярный в сониковской фанбазе мем, который родился из фразы работника Snooping as usual, I see! В руководстве Сеги у людей тоже есть интернет, поэтому этот мем также встречается в одной из серий Sonic Boom'а. А, Соник the Hedgehog! Snooping as usual, I see! Майкл Джексон Известная личность в фанбазе Соника. Прославился он тем, что работал над музыкой к игре Sonic 3. Однако из-за слухов о совращении Майкла малолетних детей, разработчики отказались от идеи вписывать его имя в титры. А еще спустя какое-то время оказалось, что Джексона не устраивало качество звука, которое исходило из приставки по итогу. Так что мужик не хотел, чтобы с ним была связана какая-то инфа о разработке Соника 3. Эггман быстрее Соника Перед финальной битвой в Соник 2 Эггман убегает от Соника, на какое-то время даже обгоняя ежа. Естественно, это стало почвой для шуток среди игроков, ибо сверхзвуковой бегун не смог догнать весьма пышного мужчину до того, как тот уполз в ДСК робота. Чили Доги из Америки Чили Доги – это любимая еда Соника, думаю, вы все это знаете. Однако Чили Доги пришли именно из американской версии Соника. Японская версия ежа никогда особо не увлекалась этой едой. А вот Real American Boy полюбил их настолько сильно, что эти хот-доги стали каноничной любимой хавкой героя. Американский Соник Дизайн Соника, который существовал параллельно с привычным нам японским. Этот дизайн очень схож с тем, что мы можем увидеть в сериалах Адвенчурсов Соник Зе Хэчхок и Сатам. Tales Channel Это один из крупнейших и известных новостных источников про Соника, основанный в 2008 году. Хотя в последний год ребята очень сбавили темп. Sonemi Пэринг Соника и Эми Фанаты думают, когда же эти двое уже наконец сойдутся. Хотя намеков на их сближение очень много. Однако сами разрабы говорят, что этим двум никогда не быть вместе. Или же нет? Узнаем в далеком будущем. Но все же надеюсь, что из этих двоих получится пара. Соник Ретро Еще один из самых известных фанатских форумов. Плюс Википедии. Выделяется он прежде всего тем, что был создан еще в 2004 году. Соник Возневер Гуд Неудачная фраза, высказанная на подкасте видеоигрового издательства IGN. Фраза гласит, что у Соника никогда в принципе не было хороших игр. Фанаты Соника этого не оценили. И спустя много лет редакторы IGN извинились за неудачный подбор слов. Заявив, что хорошие игры по Сонику все-таки были. Эггман против Работник Изначально в японском каноне главного злодея Соника звали Эггманом. А в американском Доктор Работник. Начиная с Соник Адвенчер, эти имена объединили, и теперь Работник официальное имя, а Эггман кличка, данная доктору Соником. Несмотря на это, фанаты до сих пор срутся на тему того, какое имя правильное. Намеренно плохой дизайн Соника в кино Некоторые думают, что плохо сделанный дизайн Соника в Сонике в кино был сделан таким специально, с целью хайпануть. Однако, огромные траты на редизайн, интервью с разработчиками фильма и официальный мерч по старому дизайну Соника подтверждают, что плохой дизайн получился плохим ненамеренно. До более известной крипипастов, в которые в Соника вселяется демон, который захватывает его разум и делает ежа еще более страшным на вид. Из-за дьявола внутри героя страдают его друзья, ведь он убивает Тейлза, Наклза, Эггмана, а в других фанработах еще и других. Основная проблема данного творчества это безидейное клонирование других проектов. Из игры в игру, Соник просто убивает своих друзей. Где-то могут добавить какой-то сюжет и какие-то геймплейные элементы, но суть остается все та же. Куча модификаций, игр, фан-артов и форум Соника.exe заставляет жить этот кринж и дальше, из года в год. Теодор Рузвельт Внешний вид Эггмана был вдохновлен 26-м президентом США. Мужчину выделяли его очки, большой нос и усы, что впоследствии и перенял злой гений. Зеленые глаза Когда в свет вышла игра Соник Адвенчер, некоторые фанаты остались недовольными появлением у Соника глаз зеленого цвета. Другим же новый взгляд на ежа понравился, ведь он выглядел взрослее и круче. И вот что я могу сказать этим ребятам, как носитель глаз зеленого цвета. Идите в жопу, зеленые глаза это круто. Эггман ссал на Эми Роуз Причем буквально. Выходила манга под названием Dash & Spin Hyper Speed Sonic. И в одном из выпусков Эггман проверял актерское мастерство героев. Эми Роуз досталась роль телефонного столба. Как только та вжилась в роль, мужик переоделся в костюм собаки и начал ссать ей на ногу. Мадонна Это бабенок, которая должна была появиться еще с первой игры про Соника. Она должна была стать любовным увлечением ежа на ранних этапах разработки первой игры. От нее отказались, но походу кто-то из шарашкиной конторы спустя время посчитал, что все-таки это имба-идея. И у нас появилась принцесса Элис. Второе имя Соника это Морис. Да, некоторые возможно этого не знали, но это правда. Ситуация начала набирать новую популярность, когда люди из определенных регионов начали читать описание Соник Прайма, где было написано, что второе имя Синего это Морис. А Соник просто было прозвищем ежа. Ситуация схожа с именем Тейлза, которого на самом деле зовут Майлз. Соап Кроссовки Соника, которые были натянуты на героев Соник Адвенчер 2. Это рекламный ход. Изначально в игре Соник должен был носить свою стандартную обувь. Но на поздних этапах разработки они были заменены на Соап Шуз. Марио в Марбл Зон Некоторые гении заметили лицо водопроводчика на кирпичах в строении на этом уровне. Если всматриваться, то и правда можно что-то такое заметить. Но мне больше кажется, что это за уши притянутая теория. НЛО на Марбл Зон А вот что правда могло быть, так это летающие тарелки на этом же этапе. Однако их убрали в финальной версии, поскольку команда разработчиков посчитала, что они не сильно подходят под тему руин. МАЙТИ ЭТО СОНИК Скорее всего в этом пункте шла речь о том, что на месте синего ежа мог оказаться броненосец. Вспомните, как создавался новый маскот Сеги. В финал вышли броненосец и Ёж. Кто выиграл по итогу, всем известно. Но представьте только, что было бы, если бы в конкурсе победу одержал МАЙТИ. ПРОКЛЯТИЕ ТЕЙЛЗ ДОЛА Это не больше чем легенда, основанная на пугающей кукле Тейлза из игры СОНИК ЭР. На самом деле, этих легенд несколько, и одна гласит, что поначалу персонажа в игре не должно было быть. Но сотрудник, известный как МИЯМОТО, настоял на добавлении этого персонажа в игру. После выхода СОНИК ЭР он пропал без вести. МЕТАЛ СОНИК В СОНИК 2006 В этой игре Метал Соника должны были добавить как еще одного игрового персонажа. Но сроки взяли свое, и от идеи добавления его в игру пришлось отказаться. А ведь вы могли его разблокировать, если соберете абсолютно все эмблемы Солианы. БАЛДИ НОУСХЕЙР Так Якер назвал Эггмана до того, как ВИСП узнал, как его зовут на самом деле. Позже эту шутку использовали снова в игре СОНИК ЛОСТ ВОРЛД. АРЧИ Это американская компания-издатель комиксов, которые приложили свою руку к историям про СОНИКа, и создавали приключения про него с 1993 по 2017 года. В 2008 году вошли в игровое издание КНИГИ РЕКОРДОВ ГИНЕСА, как самые продолжительные комиксы на основе видеоигры. А уже в 2017-м их дело перехватили IDW. НЕ СМОГ СПАСТИ ПИКАЧУ Не то чтобы это мема, а скорее просто момент из трейлера СУПЕР СМЕШ БРОС АЛТИМЕЙТ, где Ёж тянет руку Желтому, но тот не успевает среагировать. ФЛИТВЕЙ СУПЕР СОНИК В играх и медиа мы всегда видели СУПЕР СОНИКа как просто усиленную версию Ёжа, который оставался с таким же рассудком. Но в случае с ФЛИТВЕЙ СУПЕР СОНИКом все иначе. Это сверхзвуковая, психотическая, демоноподобная сущность, проявляющая себя в теле СОНИКа в условиях экстремального стресса или воздействия энергии хаоса. СОНИК часто должен был бороться с ней, чтобы держать это альтер-эго в себе, потому что огромные разрушительные силы СУПЕР СОНИКа, гиперагрессия, садистский юмор и отсутствие сдержанности часто угрожали невинным гражданским лицам и даже собственным друзьям синего Ёжа. Золотой Ёж, походу, наслаждается перспективой убийства друзей СОНИКа. В выпуске номер 184 он намеренно сдерживается, чтобы продлить удовольствие от их убийства. Этот СУПЕР СОНИК был создан, когда обычный СОНИК поглотил дозу злой энергии, которая была поглощена изумрудами хаоса. РЕД МОБАЙЛ Аркадная гонка, разработанная СЕГОЙ, в которой СОНИК появился в качестве брелка. Примечательно, что игра вышла в 90-м году, а самая первая игра проезжа в 91-м. НАЗО Фанатский персонаж, который появился из сгустка негативной энергии изумрудов хаоса и желал уничтожить планету. Сериал про него и битву с командой героев и ШЭДОУ создавался в адоб ФЛЭШа и выходил на сайте НьюГРАУНДС в 2006 году. Создатель сериала ЧАКРА ИКС даже делал тизер продолжения, однако сам же и отменил или перенес выход проекта. ШЭДИК Это слияние СОНИКА и ШЭДОУ в одного ежа, к которому прибегли персонажи для победы над НАЗО. Точно такое же слияние персонажей было в Драгонболе, и это неудивительно, ведь СОНИК много чего понахватал из этого аниме. Забавно, что создатель сериала принял решение назвать персонажа именно ШЭДИК, а не... СОНЭДУ. ФАНАТСКИЙ ПЕРИНГ СОНИКА и ШЭДОУ СОНИК ИКСТРИМ Один из известнейших отмененных проектов по СОНИКу. Он отличался прежде всего своим визуалом, ибо сделано это было в виде рыбьего глаза. Лично я бы в такое играть не стал. ГЕНОЦИД СИТИ ЗОН Подразумевал под собой мрачный и опасный с виду город. Такое странное название Зоны, видимо, связано с не совсем правильным пониманием японскими разработчиками английского языка. На некоторых из официальных концепт-артов этой Зоны было написано другое название – САЙБЕРСИТИ, несколько более подходящее к истинному замыслу. Судя по концептам, Зона должна была иметь индустриальную тематику, и этим она сильно напоминает другие подобные уровни – КЕМИКЛ ПЛЕНТ ЗОН и МЕТРОПОЛИС ЗОН. Скорее всего, именно из-за переизбытка индустриальных уровней довольно быстро было принято решение об удалении ГЕНОЦИД СИТИ. ДВА МИРА Очень напряжный спор между фанатами, появившийся из-за фразы главы СОНИК ТИМ, гласящей, что в СОНИКе якобы два разных мира – один с людьми и другой с животными. Люди не могли понять, в одном ли мире происходят события игры, и вот спустя долгие годы фанаты получили ответ в одном из выпусков Тейлз ТЮБ, что «Да, события всех игр происходят в одном мире». СОНИК НА ПРОКАТ Это ещё один анимационный сериал про Соника, в котором он, чтобы заработать денег, выполнял разную работу, и иногда пересекался с персонажами других игр, вроде Червяка Джима или Марио. Сериал жил практически 4 года, и в декабре 2013-го закончился. СЕРЕДИНА АЙСБЕРГА МАНДАТЫ Мандаты в СОНИКе – это некие правила, которые должны соблюдать люди, когда пишут сценарий комиксам, например. Таким образом, у нас есть мандат на то, что Эмми влюблена в СОНИКа, но они никогда не смогут быть вместе, персонажи не могут умереть, СОНИК не должен показывать слёзы и так далее. ВЕКТОРУ НРАВИТСЯ ЖЕНЩИНЫ ПОСТАРШЕ Очень жизненно, но так или иначе этот пункт появился в связи с тем, что Крокодилу понравилась Ванилла. Мы могли видеть их взаимоотношения в СОНИК ИКС. ХИДЕН ПАЛАСС ЗОН Удалённая зона игры СОНИК 2, которая, однако, в сильно переделанном виде позже появилась в СОНИК И НАКЛС. В 2013 году также была возвращена в мобильном переиздании. САДЭИКС становился хуже с каждым новым портом. Фанаты подмечают, что каждый новый порт СОНИК АДВЕНЧЕР ДИЭКС технически хуже предыдущего. КЕН ПЕНДЕРС Американский писатель какое-то время работал над комиксами по СОНИКу от Арчи и придумал множество персонажей и сомнительных сюжетов. Известен, как любитель поскандалить и поугрожать СЕГИ судом, если они попробуют использовать его персонажей. ЖАЖДА КРОВИ ЭСПИО Тема кровожадности очень нечасто затрагивается в играх про СОНИКа, в особенности среди героев. Так вот, в СОНИК ХИРОУС ЭСПИО активно желал УБИТЬ ЭГГМАНа. СЕКЦИИ ДИ И ЭФ В КРАЙЗИС СИТИ По ЮТУБу гуляет множество видео, в которых игроки проходят воссозданную ДИ секцию уровня Крайзис СИТИ из СОНИКа 2006. В ВИКИ же пишется, что эта секция и ещё одна секция ЭФ должны были быть в игре, но по итогу были не доделаны, из-за чего вырезаны в итоге. Арчи СОНИК СИЛЬНЕЕ Фанаты часто подмечали, что СОНИК из комиксов Арчи гораздо сильнее и быстрее, чем из игр. СИЛЬВЕР ЭТО ТРАНКС Принято считать, что Сильвер основан на Транксе из Драгон Болл Зет, потому что оба пришли из будущего, чтобы исправить что-то в прошлом. Оба теряют в будущем кого-то, кто им очень дорог, оба имеют суперформы, и оба извлекают из своего прошлого опыта что-то, что помогает им победить свою катастрофу. И даже в записях самой игры создатели сравнивали этих двоих. СА-3 МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ТРЕТИЙ АДВЕНЧИР Мы получили уже две игры с захватывающими приключениями Соника и его друзей, но никак не можем дождаться выхода третьей части. У многих компаний проблема с выпуском третьих частей игр, но у Соника это по-своему популярно. Разработчики же сами отвечали на вопросы касаемо третьего адвенчира и говорили, что пока не готовы заниматься этим проектом. Хотя в одном из интервью Такаши Изука говорил, что не против продолжить серию адвенчиров. ТАЙНА СТАТУИ СОНИКА В 2015 году в Японии мотоциклист ездил по горам и на трассе сбоку увидел статую Соника, о которой никто до этого не знал. И у фанатов Ежа сразу же возникло множество вопросов. Как долго она там стоит? Почему она там стоит? И кто её туда поставил? Судя по всему, статуя раньше находилась в Sega World и была продана на аукционе после того, как здание реконструировали. Покупатель живёт на грунтовой дороге за статуей и в отчёте говорится, что он разместил её там в качестве ориентира, чтобы направить гостей на свою подъездную дорожку. После шумихи в интернете статую отреставрировали. ТОЕЙ ПРОТИВ ДжУНИО СОНИК Спор насчёт названия дизайна Соника из интро Соник Сиди. Всё время дизайн Ежа называли как ТОЕЙ, но студия, которая рисовала анимацию, называется ДжУНИО, так что для некоторых фанатов это именно ДжУНИО СОНИК. ДРОП ДЭШ ИС СОНИК 3 В прототипной версии Соника 3 был приём по своему функционалу, очень похожий на ДРОП ДЭШ. В итоге из игры его вырезали, и он полноценно вернулся лишь спустя долгие годы в Соник Мани. Кабанер Мани 4.5.6 В прошлом крайне известный ютубер-летсплейщик, снявший огромное количество видео по играм про Соника, был крайне харизматичен и являлся другом небезызвестного Этика. СОНИК ПОМНИТ СОБЫТИЯ СОНИК БУМ До поры до времени это могло оставаться только лишь теорией, а помнит ли Соник события из Бума. Но спустя долгое время в сцене после титров СОНИК ФРОНТИРС Эмми упоминает Стикс, что ставит точку в этом вопросе. И Генри считает, что это подтверждение того, что события Соник Бум являются каноничными. Я же с этим не согласен. Бум это отдельная, не каноничная вселенная. А Стикс, которая упоминается в конце ФРОНТИРС, это её модерновая версия, никак с Бумом не связанная. Как раз намёки на то, что Бум это альтернативная вселенная, были в одном из выпусков Тейлз Тюб. На мой взгляд, сценаристы игры просто решили достать Стикс из Бума, включив её в канон. При этом не делая всю вселенную Бума каноном. Напишите в комментариях, с какой точки зрения вы согласны. Бум это всё-таки теперь канон из-за Стикс во ФРОНТИРАХ или нет? Космо в Тейлз Тюбе. В пятом выпуске Тейлз Тюба на фоне можно заметить горшок, который один в один является копией того самого горшка, в котором была Космо. Что, возможно, намекает на то, что Космо в будущем появится в каноничных играх по Сонику. Хаос это мутировавший Чао. Один из антагонистов Соник Адвенчер, Хаос, некоторыми считается мутировавшей увеличенной версией Чао. Однако, учитывая древних из Соник Фронтирс, скорее вероятен обратный вариант, при котором как раз Чао мутировали из древних, ведь они появлялись раньше. СКОРДЖ Это персонаж из комиксов о Сонике от Арча. СКОРДЖ – злобный двойник Соника, который окрасился в зелёный цвет после поглощения энергии Мастера Изумруда. Неровный глаз Руж В одной из кат-сцен Соник Адвенчер 2 Руж подмигивает, но не закрывает глаз до конца. ЛАЙК ФЕПОРД Крайне известный разработчик игр в ежинной фанбазе. Начинал с фан-игр по Сонику, а сейчас же работает над собственной франшизой Spark The Electric Jester. БИБЛИЯ СОНИКА Внутренний документ, созданный из Sega of America в 1991 году во время создания самой первой игры про Соника. На момент написания у Sega of America практически не было никакой оригинальной японской художественной литературы, касающейся Соника. И БИБЛИЯ была попыткой установить окончательную предысторию Соника в неяпонских регионах. Она никогда не публиковалась в интернет и постоянно перечитывалась во время разработки. Согласно БИБЛИИ, доктор Работник когда-то был добрым учёным-человеком по имени доктор Овикин Тобор, прежде чем он стал злым в результате несчастного случая в лаборатории. В более поздних версиях БИБЛИЯ также упоминается Мобиус как родная планета Соника. НИЦ Синдром нейроиммунного дефицита. Болезнь, которой страдала Мария в Соник Адвенчер 2. Название болезни очевидно вдохновлено Эйдс, то есть СПИДом. ГЛУБОКОВОДЬЯ Электрический стул в Соник Адвенчер На уровне Ред Маунтейн в Соник Адвенчер можно было найти жутковатый электрический стул. Причём ситуация становится куда мрачнее, если знать тот факт, что людей на электрическом стуле казнили. ФАЙТИНГ ВАЙПЕРС Файтинг от Сеги, вышедший в 1995 году. В игре был персонаж Кэнди, антропоморфная версия которой стала персонажем кошки Хани в Соник Де Файтерс. БРИЗИ Персонаж, появляющийся в телесериале Адвенчерс оф Соник Де Хеджхог. Она БАДНИК, основанный на Ёжике и изначально была агентом, работавшим на доктора Роботника, чтобы избавиться от Соника, но предала доктора, когда у неё появились чувства к Сонику. Начав действовать самостоятельно, Бризи позже стала целью Роботника, что привело к её встрече с другим роботом, Роботником Младшим, за которого она вышла замуж и вместе с которым начала новую жизнь. КИНГ БУББУ В мобильной версии Соник Раннерс во время очередного ивента был добавлен новый компаньон, КИНГ БУМБУ из Соник Адвенчер 2. Однако в его имени была опечатка и его назвали КИНГ БУББУ. БУББ, если что с английского переводится как СИСЬКА. Разработчики даже выпустили извинения за такой казус и вскоре опечатку исправили. МЕТАЛЛОВИРУС Местами жутковатая сюжетная арка из комиксов по Сонику от IDW, в которой мир Соника поглощает железный вирус. История сильно напоминает сюжеты про зомби-апокалипсис. ГАЛАХАТ Альтернативная рыцарская версия Сильвера из Соника и Де Блэк Найт. Не появлялся в основной игре, но был в её мультиплеерном режиме. Также об этом персонажа вспомнили с недавним обновлением СОНИК ФОРСЕС СПИД БАТЛ. ОРКА ФИР Ходит легенда, что из-за того, как часто касатки гнались за Соником, у него выработался страх этих животных. СОНИК ДЕ ХЕДЖХОГ ЗЕ ЭВЕЙКЕНИНГ Невышедшая игра про Соника. Единственный источник информации о ней – резюме на сайте Пита Капеллы, актера, озвучивавшего Сильвера в Соник 2006, где эта игра упомянута в качестве его работы над озвучкой. Если это правда, то Эвейкенинг разрабатывался в период с 2006 по 2009 годы и находился на поздней стадии разработки, раз к нему стали делать озвучку. КОУП Известное слово английского сленга. Обычно означает «попытку смириться» или «оправдать что-то плохое». Фанаты Соника очень часто были замечены за подобным. Например, когда вышел первый неудачный ролик с сырым геймплеем СОНИК ФРОНТИРС, многие фанаты оправдывали его изо всех сил, так сказать, КОУПИЛИ. СКРЕПД ДРЕГОН РОБОТ Вы наверняка не знали, что из Sky Chase убрали двухголового механического дракона. Изначально предполагалось, что босс попытается остановить Соника и Тейлза, когда они приближались к Эгкерриеру. Враг был замечен во время прохождения истории Тейлза в бета-версии Sonic Adventure, которая просочилась в сеть. Дракон был белокрасным роботом, который преследовал игроков вплоть до момента, когда яйценосец стрелял лазером в торнадо. Робот мог атаковать огненным дыханием, и, возможно, это было запланировано в обоих актах Sky Chase. Это связано с тем, что в некоторых кадрах прототипа босса фон неба тёмный, подобно тому, как он выглядел во втором акте Sky Chase, тогда как слитая бета-версия босса с анимацией взмаха крыльев показана в первом акте Sky Chase. Hard Times Название невыпущенной песни группы The Jetsons, на основе которой была придумана музыкальная тема Ice Cap Zone из Sonic 3. Обезьяна Макс Первоначально Макс должен был стать одним из участников группы Sonic the Hedgehog Band, наряду с Соником, Вектором и остальными, и появился бы, играя музыку на саундтест вместе с другими участниками группы, а затем был исключён из финального выпуска Sonic the Hedgehog. Он также появлялся в одном из выпусков комиксов от Арчи, но что в итоге произошло с этим персонажем и где он сейчас, неизвестно. Карты Таро Эми Каноничная черта характера Эми – увлечение гаданиями картами Таро. Долгое время эта особенность была забыта, однако недавно вернулась в подсценах Sonic Origins и в третьем обновлении Sonic Frontiers. Брасмо Это имя самого могущественного Чао. У него самая максимальная статистика, и его считают буквально богом Чао. Тейлз на скамейке Мем с изображением Тейлза взятый из фанатского комикса с крайне непристойным содержанием. Не гуглите оригинал, я вас умоляю. Териос и Нейлз Во время разработки Sonic Adventure 2 разработчики думали, как назвать двух новых персонажей – Тёмного Тяжа и Летучую Мышь. Один из популярных вариантов – Териос и Нейлз, но выбрали всё-таки имена Шэдоу и Руж. Украденный фан-арт из Sonic All-Stars Racing В одной из гоночных игр по Сонику фанаты внезапно обнаружили фан-арт на одной из текстур. Арт быстро убрали патчем. Настоящее расположение Бинвилл Это место, где проживают бабы из игры Доктор Работник с Мин Бин Мэшин. После выхода этой игры, эта местность больше нигде никогда не упоминалась, так что никто на самом деле не знает, где находится Бинвилл. Смерть Чао Жизнь Чао длится около пяти лет, а затем он умирает. Возраст вашего Чао указан в медицинской карте у врача Чао в детском саду. Год этих пупсов длится около одного реального часа в играх Dreamcast и около трёх часов в современных играх. Если вы будете хорошо заботиться о своём Чао, годы пройдут дольше. Точно так же, если ваш Чао несчастен и его много бьёт, он быстрее стареет и, в свою очередь, умирает быстрее. Третья Storybook игра У нас уже есть два Storybook-овских продукта, и некоторые фанаты, которым очень понравились эти игры, ждут выхода третьей части. Однако, новостей от разработчиков насчёт разработки очередной части никаких. Маноглаз У Соника строение глаз очень странное. Только в киношной версии у него раздельные глаза. В играх и мультсериалах всё иначе. Большинство фанатов считают, что внутри черепа Соника одно огромное глазное яблоко с двумя глазами. Баг на титульном экране в Sonic 1 Баг заключается в том, что Соник мог вылезти вперёд надписи Sonic the Hedgehog, из-за чего было видно его тело и руку без ног. Ёж Ашура Это один из самых известных графических багов игры Sonic the Hedgehog 2, связанный со сбоем палитры спрайта Соника во время использования дебаг-мода. Сатурновский Соник в Sonic Adventure На протяжении прохождения первого Адвенчера вы могли замечать, что моделька Соника на карточках в начале уровня или на том же Торнадо меняется. Всё дело в том, что изначально игра должна была выйти на Sega Saturn. Однако приставка не выдерживала амбиции разрабов, из-за чего было принято решение разрабатывать игру на консоли мощнее, Sega Dreamcast, и кое-какие наработки были перенесены на новую консоль. А позже модель Соника была изменена, но, как вы уже поняли, не везде. Ежи не умеют плавать Как вы знаете, Соник не переносит воду, и некоторые могли подумать, что все ежи плохие пловцы. Но это совершенно не так. Ежи умеют плавать. И довольно хорошо. Соник 2006 на Wii Возможно, вы уже слышали факт, что изначально Соник 2006 должен был выйти не только на Xbox 360 и на PS3, а ещё и на Wii. Однако, разработка отменилась, и для Wii сделали игру Sonic and the Secret Rhinx за место СНГ. Дно айсберга Вектор верит в бога Религия в играх про Соника затрагивалась на внутреннем уровне. То есть, речь шла о богах, которые существуют внутри франшизы, а не о Иисусе. Однако, в биографии одного из команды Хаотикс пишется, что тот верит в бога. Жалко Чарми Когда Чарми остаётся единственным играбельным персонажем в Sonic Heroes, он атакует своим жалом. Однако, не забываем, что Чарми парень, а жалко есть только у самок. Соответственно, вопрос. Откуда? Соник Тим украли из Пепси Мэна. В игре Пепси Мэн, которая вышла за два года до релиза СА-2, есть уровень, который с дизайнерской точки зрения подозрительно похож на Сити Эскейп. Даже в конце, в обоих уровнях за героями гонится что-то большое, от чего игроку надо убегать. Однако, мне кажется, что это просто совпадение. Луна повёрнута своей целой стороной Как мы знаем, Эггман уничтожил часть Луны из пушки затмения, чтобы запугать земляней. Однако, в будущих проектах мы видим спутник нашего голубого шара целым и невредимым. Соответственно, тут или разрабы затупы и забывают про этот момент, либо Луна и правда повёрнута исключительно своей целой стороной. Жертвы на Death Egg Пробегая по уровню Death Egg в Sonic Forces, на фоне можно было заметить множество пленных, которые, скорее всего, погибли, ведь Death Egg был полностью уничтожен, а об эвакуации пленных в игре речи не шло. Связи с Биллом Клинтоном Смелый характер Соника был каким-то образом вдохновлён одним из президентов США Биллом Клинтоном. Расса Фэнга Тушканчик В новом описании Фэнга в Sonic Superstars он назван Тушканчиком, а не Лаской, и подразумевается, что Нак Ласка – это просто имя, которое он получил, находясь в бегах. 3 ноября 93-го прототип Представляет собой сборку прототипа игры Sonic 3 для Sega Mega Drive. Эта сборка игры отражает период разработки, когда разработчики начали делить игру на две части. Таким образом, часть контента в этом прототипе в конечном итоге будет вырезана из Sonic 3, но вновь появится в Sonic & Knuckles. Программирование объектов, этапов и многого другого, что было бы полностью удалено из выпущенного ПЗО Sonic 3, всё ещё существует в этой сборке. Sonic's Big Fat Adventure Очередная фанатская анимация, которая стала популярна в интернете в ранние времена. Lemon Sun Drop Dandelion Вызывающее привыкание вещество, которое использовал Рэнфилд Т. Грызун. Передозировка была признана смертельной после того, как Мелла погиб от соуса. Поскольку это вызывало привыкание, Рэнфилд Т. Роддент использовал секретный соус, добавляя его в еду, чтобы заставить своих клиентов постоянно возвращаться в его парк развлечений. Даунтаун Эбони Хейр узнал о планах Рэнфилда и сразу же ворвался в бизнес Рэнфилда. После того, как один из друзей Чарми умер от передозировки, когда его хот-дог был пропитан этим веществом, Хаотиксы пришли провести расследование и арестовали Эбенового Зайца. Затем Рэнфилду разрешили управлять своим парком развлечений без соуса, который был конфискован констеблем Рэммингтоном. Мефилес Форсес В первоначальном сценарии среди многочисленных копий, которые были созданы после того, как Эггман показал дефек робота ближе к финалу игры, упоминается не только Хаос, Шэдоу и все остальные, а еще и Мефилес. Однако этот момент по итогу вырезали из игры. Nike и Knuckles Дно. Нет штанов Вы заметили, что у всех антропоморфов мужского пола нет штанов. У них могут быть какие-то футболки, кепки и прочие, но никак не штаны. Не знаю почему, но это одно из правил, которые продиктовала Сега. Не напяливать, по крайней мере, на Соника штаны. Роботник это канон? Как вы знаете, все в Сонике это канон. Выходит, что все канон, включая мультсериалы. Вспомните, как устрашающе выглядел роботник в тех сериалах. Значит, это все происходило в каноне. Рад, что этот дядька вылечил свои глаза в итоге. У всех амнезия. Отвечая на вопрос фаната о сюжетных дырах, связанных с Сильвером, Блейз, Эггманом, Него и их происхождении, глава Sonic Team, Такаши Идзука, ответил, цитата, «В 2006-м, короче, у всех произошла амнезия». Биолизард и система жизнеобеспечения. Будучи прототипом высшей формы жизни, целью которой было создание бессмертия, Биолизард обладал многими способностями, приписываемыми желаемому конечному продукту. Однако, различные эксперименты сильно ослабили его, и ему потребовалась система жизнеобеспечения, чтобы остаться в живых. У персонажа даже остались трубки, которые транспортировали все необходимое для жизни к его ядру. Деньги не существуют. Один из глупых мандатов Сеги, гласящий, что в мире Соника не может существовать денег или валюты в любом другом виде. Несмотря на то, что одним из толпов франшизы являются уровни в виде казино. Радует то, что все эти мандаты потихоньку начинают спадать. Сэмплы Malcolum X в Sonic Rush. В одной из композиций Sonic Rush сэмплируется речь Malcolum X, борца за права чернокожих. Райан Драмонд озвучил Шэдоу Драмонд и правда ненадолго заменил Дэвида Хамфри в роли Шэдоу в некоторых сценах в Sonic Adventure 2. Драмонд заявил, что пока он проходил прослушивание на роль Соника, он также пробовался на каждую роль в игре. Вот некоторые его реплики в роли Шэдоу. Взрывающийся ребенок. В одной из серий Sonic Underground был момент, в котором взрывался младенец, после чего выясняется, что это был робот. Секретный костюм Доминатрикс. Вырезанный из Sonic Adventure 2 костюм для руж в виде Доминатрикс. Уф, шеш. Sonic 06 был специально сделан плохим. Один из фанатов написал целый пост в Реддите, в котором озвучил теорию о том, что Мефилес, как демон, повлиял на игру изнутри и понимал, что убив Соника лишь сюжетно, он не получит победу. Поэтому он давал в ней сбои, из-за чего игра была местами просто неиграбельна. И из-за этого Sonic 2006 стала отправной точкой для некоторых, после которой Соник уже не был достойным конкурентом тому же Марио. В Sonic Adventure 2 можно наблюдать сцену, в которой полностью взрывается тюремный остров, из которого, очевидно, последовало множество смертей, которые остались за кадром. Sonic Adventure 3 давно вышел. Некоторые фанаты считают, что многими желаемый Sonic Adventure 3 на самом деле уже давно вышел. Просто под другим названием. Кто-то считает, что Sonic 2006 это третий адвенчер, кто-то, что это Sonic Heroes, а кто-то, что это Sonic Unleashed. Sonic Dreams Collection. Очень странная фан-игра по Сонику, которая представляет собой сборник якобы отмененных игр по Сонику на консоль Dreamcast. Местами довольно жуткая. Казнь Джеральда. Последняя запись Джеральда-роботника в Sonic Adventure 2 заканчивается подготовкой к его казни. Соник – совершенная форма жизни. Если опустить все фанатские теории и брать за основу информацию из игр, то Шидоу во время битвы с Финал Хазардом скажет Сонику, что он и есть совершенная форма жизни. К этому также может подталкивать тот факт, что Синий Ёж умеет использовать хаос-контроль с фальшивым изумрудом, что удивило даже Шэдоу, который в финале умирает, а Соник – нет. К сожалению, Синяк больше не использовал прием с изумрудом, ведь важные люди из Сеги решили, судя по всему, забить на это болт. Но, так или иначе, факт остается фактом. Смерть роботника. В конце Соник в кино 2 Доктор Эггман падает с огромной высоты. Многие фанаты считают, что выжить после такого падения он никак не мог, хотя все может быть. Мобиус Анлишет. Это порно-комиксы про Соника, которые, кстати, нарисованы весьма неплохо. Салли должна была умереть. Изначально планировалось, что Салли Аккорн будет убита во время событий сюжетной линии финала от Арчи, но вмешалась Сега и потребовала, чтобы Арчи отменили ее смерть. Если бы этого не было сделано, последнее появление Салли произошло бы в марте 1997 года. Сега спасла Салли. Блейз Хеджхог. Очень олдовый ютубер по Сонику. Первый ролик по синему ежу на его канале датируется 15 апреля 2006 года. Также в фанбазе говорят, что этот парень очень любил придумывать фейковые сливы. Лицо Сатаны в битве против Хаос 2. В игре Sonic Adventure мы будем за Наклза сражаться против Хаоса, который получил два изумруда Хаоса. Как пишет пользователь твиттера с Пипс Хайвей, он нашел текстуру лица Сатаны, который находится где-то в центре арены. Темные воды. Fun is infinite. Надпись, которая появляется на секретном экране из Соник Сиди с Марджин Соником. Когда игра вышла и продолжительное время после этого, этот экран очень сильно пугал юных игроков. Мефилес это Тайм Итер. Среди фанатов гуляла теория, что Тайм Итер из Соник Дженерейшнс это частичка Мефилеса, которая смогла выжить после событий Соника 2006 и на которого не повлиял откат событий в финале, так как он сам может манипулировать временем. И фанаты дополнили это тем, что в Дженерейшнсе среди уровней есть Крайзис Сити, левел из игры Соник 2006. А также некоторые фанаты подумали, что после своей в кавычках смерти Блейз переместилась в Сол измерения, так как с происхождением кошки всегда были какие-то проблемы. И при этом Сол измерения ни разу не упоминалось в игре 2006 года. Связи Эггмана с Сатаной Игра Доктор Работник с Мин Бин Машин является рискином в игре Пуё-Пуё. В оригинале финальным боссом является Сатана, а в рискине это Доктор Эггман. Девственность Салли По словам Кена Пендерса, бывшего автора комиксов по Сонику от Арчи, он планировал в одном из комиксов рассказать историю о том, как Салли лишается девственности. Его идеи будут актуальны всегда. Соник Экстрим Отменённая игра по Сонику, в которой Ёж катался на скейтборде, прототип которой был создан командой Виженс Кейп Интерактив. Соник The Hedgehog 1991 Это VHS-хоррор, который лежит в открытом доступе на Ютубе. Главного героя зовут Лютер. Сначала нам показывают, как он проходит первого Соника, но затем, после прохождения первого акта в Марбл Зон, на экране начинают появляться странные надписи, в которых к нам обращается сам Соник. Среди них пишется, что игрок – причина, по которой Соник так долго мучается и страдает. Именно игрок – причина, по которой у Соника забрали абсолютно всё. Скоро всё изменится, и Соник придёт по душу игрока, и когда это произойдёт, человек почувствует, каково было ежу. В конце можно услышать человеческую речь, которая говорит «Не смей убегать от меня». После чего игра продолжается. У этого хоррора есть продолжение под названием Phone Call, в котором Лютер звонит своему другу Майклу и говорит, что узнал в этом голосе своего друга Джона. Майкл не верит главному герою и бросает трубку. После чего появляются надписи, в которых Соник говорит, что это была хорошая попытка, но Лютер уже в его руках. После чего мы снова слышим человеческую речь. Они тоже будут. Есть ещё и третья часть, название которой The First, то есть Первый, в которой друг Лютера Майкл проходит Соника 2, и после получения геймовера идёт обращение уже к нему. Обращался к нему тот, кого он явно знал. После чего мы видим фотографию человека, лица на которой перекрывает огромный квадрат. Майкл сразу же звонит Лютеру и говорит, что его бред насчёт Джона не такой уж и бред, и что им двоим надо срочно уничтожить копии игр. После чего в звонок врывается Соник, в котором находится душа Джона и говорит, что тот слишком медленный, после чего убивает Майкла, а дни Лютера уже сочтены. Так что он должен готовиться. Плохое будущее это канон. Почти все появления зоны Старда Спидвей за пределами Соник Сиди используют именно версию уровня из плохого будущего. Из-за этого появилась теория, что плохое будущее это канон. Яой Форсес В одном из твиттер-тейковеров по Сонику Эггман получает сообщение от Инфинита, которое содержит файл с названием Sonado. Это, если что, название шиппинга Соника и Шэдоу. О, я просто получил сообщение из Инфинита. Это файл, который называется Sonado. Нет, не открывай это! Чих Одна из давно забытых способностей Соника. Когда приближается опасность, он начинает чихать. Эту способность, кстати, можно увидеть в опенинге Соник Сиди. Ёж чихает прямо перед тем, как на него упадет скала. Помощь Хаоса в Соник Анлишт В комиксах Арчи Хаос контролировал воду, чтобы океаны не высохли, когда Даргайя разрушал мир. Соник Анлишт это Са-3 Теория о том, что Соник Анлишт является Соник Адвенчером 3. Из-за того, что в Японии игра называется Соник Ворлд Адвенчер. Смерть Тейлза В плохой концовке Соника 2 на Геймгир в небе появляется портрет Тейлза, что очень сильно намекает на смерть Лисенка. Тут важно добавить, что эта концовка происходит, если не собрать ни одного изумруда и в итоге так и не спасти Тейлза от Эггмана. Блейз все еще носит в себе Иблиса Как я уже сказал ранее, Блейз переместилась в другое измерение, где, оказывается, все еще носит в себе Иблиса. Это подтвердил Широ Маякава, один из сценаристов Соник 2006. То бишь в теории, Блейз, который мы видели в том же Дженерейшнсе, носит в себе запечатанного Иблиса. Соник Райдерс это украденный концепт Теория о том, что трилогия гоночных спин-оффов Соник Райдерс основана на прототипе отмененной скейтборной Соник Экстрим. Учитывая, что ту игру делала другая команда, Соник Тим вполне себе могли украсть и развить их концепт, создав Райдерсы. Даже если это и правда, по сути, ничего криминального. Ну типа, украли из собственной игры. Настоящий Эггман умер в Дженерейшнс Среди фанатов, спустя множество лет после выхода Соник Дженерейшнс, все еще ходят теории о том, что же произошло с Эггманом и работником после концовки Дженерейшнс. Напомню, что работник и Эггман оказались в ловушке в неизвестном измерении, где абсолютно ничего и никого нет. Соответственно, выбраться они просто так не могли. И в то же время в Соник Лост Ворлд мы видим живого и невредимого Эггмана из нашего времени. Понятное дело, что скорее всего сцена после титров в Дженерейшнсе была сделана только юмор и ради. Но остается интересным, как это могут объяснить в каком-нибудь Теос Тюбе. Соник Мания это контрактная работа. Команды, работавшие над Соник Манией, были наняты по контракту. По сути, на один раз для выполнения определенной работы. После которой им выплачивалась определенная сумма, без отчислений процентов с продаж игры. В свое время этот факт вызвал множество негодований со стороны фанатов. Мол, Сега плохо обошлась с разработчиками Мании. Однако спустя года, многие работавшие над Манией вернулись к сотрудничеству Сегой. А некоторые, наоборот, создали собственную студию и разрабатывают свои игры. Соник отрастил новую обувь. В комиксах Арчи, когда Соник изменился, чтобы соответствовать своему дизайну из адвенчеров, авторы четко отмечают, что среди его биологических изменений теперь к его ботинкам добавлены пряжки. Что породило теорию о том, что ботинки Соника являются частью его организма. По крайней мере, в комиксах Арчи. Крис Чан Буквально самый задокументированный человек в интернете и определенно самый сумасшедший фанат Соника. Известен созданием гибрида Соника и Пикачу. Также он устроил разгром в магазине с видеоиграми из-за того, что в Соник Буме Сонику сделали синие руки. Искал себе девушку, стоя в торговом центре, держа табличку со строгими требованиями для своей идеальной дамы сердца, сменил пол и совершал определенные ужасные действия со своей больной матерью против ее воли. Чтобы рассказать обо всех его безумствах, может понадобиться снять видеоэссэ часов на пять, если не больше. Кукла Салли В реддите есть статья, в которой говорится, что один сумасшедший в 2005 году создал секс-куклу Салли Эйкорн, внутри которого был человеческий скелет. К счастью, автор никого не убивал, а скелет был сделан из дерева. Хоть первое время вокруг этого поста ходило множество слухов, которые опровергали информацию о том, что это настоящий скелет. Шизофрения Кабанормани-456 На момент 2023 года известный западный ютубер вернулся после долгого отсутствия. Однако возвращение это было крайне печальным. Оказалось, что ютубер уходил с платформы по причине проблем с ментальным здоровьем, абьюзивным отцом, предательством со стороны близких людей и много чего еще. Прямо сейчас, зайдя на канал Коби, вы обнаружите крайне грустную картину. Красочные обложки летсплеев по Сонику сменились бредовыми щитпостами человека с больной головой. В перемешку с реальными записями руганий Коби с его отцом, видео, где Коби избивает себя кирпичом, чтобы закалить тело, обвинениями покойного этика в домогательствах и просьбами людей помочь деньгами или найти адвоката. Это невероятно грустная, реальная история о том, как судьба веселого блогера из нашего детства полностью поломалась из-за болезни. От всего сердца надеюсь, что Коби все-таки получит профессиональную помощь и наладит свою жизнь. У Эггмана был секс. В Соник и Марио на Олимпиаде 2020 в Токио написано, что Эггман Нега является потомком Эггмана, а значит Эггман жестко ебался. Хе-хе-хе, ладно, все, начинается уже шиза какая-то, так что будем заканчивать. Фух, это, пожалуй, самый долгий ролик на канале, не включая игрофильмы. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Напишите в комментариях, как вам. Мы старались не растягивать все и говорить кратко и по делу. Спасибо Шадо Позерсу за участие в ролике. Огромное спасибо Генри, что позвал в этот видос, и спасибо вам всем за просмотр. А у микрофона был Хенри, всем удачи и бэбэ. Спасибо за просмотр.